окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате вейвтейл запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наши приключения прошлой серии мы с вами проплыли с пиратами вот сюда вот познакомились с новым товарищем с рухусом и сейчас будем выполнять его задание нам нужно забраться на обломки вот аж туда наверх ну отлично в принципе так стоп а тут пониже ничего нет нет ой чё я я не то случайно нажал ладно ничего страшного только что придется конечно заново бежать как не в ту сторону я поплыл да что такое что ты делаешь нажал прыгнуть второй раз она вместо этого нырнуть захотела да твою же дивизию оттуда вот теперь она не хочет запрыгивать у а есть получилось да да что такое вот именно в этом месте она почему-то ныряет вместо второго прыжка почему-то в том месте она делает нырок что такое вот сюда по крайней мере можно вот так вот запрыгнуть давайте попробуем с одним прыжком и один прыжок теперь она ныряет почему что в этом месте такое какое-то забагованное слушайте вот здесь нормально но когда над водой я это делаю именно в этом месте в других местах все прекрасно а в этом месте почему-то она может она ударяется во что-то да нет попробуем вот так вот давай здесь уже все в порядке вроде я прямо над водой прыгнул давай да что что такое что такое что такое вот есть что-то в этом месте какие-то странности происходят так здесь нужно когда она будет вот так вот теперь надо все равно повыше так куда теперь ага вижу вот туда туда я вообще смогу долететь что-то меня терзают смутное сомнение потому что та платформа выше и вот так вот мы хотя может быть и долетим а повыше здесь сейчас никак не собраться да ну по моему по другому никак эй ну что ты делаешь нет 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 твою ж дивизию да не ныряй ты так давайте они над водой так а теперь полетели и есть фух получилось так это мы что сделали теперь вот туда вот хорошо нет ну что ты делаешь твою ж дивизию какого ты черта здесь вот этого делаешь какая-то реально багованная локация так нет еще подождем так внизу там там хмарь но в ней ничего не спрятано не хочу туда спускаться тратить время нам нужно туда нет ну какого ж черта ну что сегодня всю серию будем пытаться просто перепрыгнуть нет нет могу не успеть долететь так но здесь то мы уж перепрыгнем Вот Так Куда теперь? Так, искры Еще одна искра там И книга, Тантоша, значит туда надо Газ, который распыляют грязнолапы И который заставляет хамарь и ходунов Пускать ростки и тонуть Так, окей, а дальше А, вот туда вот Ну, судя по всему О, противники, оп А то я уже по ним как-то даже и соскучился Давай Давай Очевидно, что нужно на кнопку нажать Давайте здесь осмотримся Что мы тут увидим? Может что-нибудь полезное? Да нет А вернитесь к Руфусу Отлично То, что надо Пошли Пока вы не ушли Может ли ваша сертификистка почистить мои генераторы Сегодня хотелось бы, чтобы радиатор работал Конечно, сделаю Сиги, нам некогда Иди, я тебя догоню Ладно, ну поторопись Ты слышала, бабушка Поторопись Я буду внутри Включите генераторы Так, так И так Ну, тот ближе всего Окей Так, там искорка есть Хотя Хотя у нас их уже столько Что можно в принципе на них внимания даже и не обращать Я думаю Учитывая, что мы их тратим только на покупку новых шмоточек У мистера Бэйна Стоп, стоп Хотя сам же только что сказал, что можно на них не обращать внимания Но пропустить Что-то не особо хочется Так, это туда Эй Ты, вот что происходит Что? Что вот это происходит? Почему она как будто телепортируется сюда? Что сейчас Такое было? Эта локация мне не нравится Она немножко как-то Забагована Есть Так Что-то не очень получается у меня забраться туда Есть Эй Эй Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Нет-нет-нет Назад-назад-назад Это что такое? Как туда попасть-то? Вот так На самый-самый-самый краешек А, вот он Я его ищу Готово так Туда ближе Вижу Ой, ой-ой-ой Куда ты Куда ты камера Твою ж дивизию Ну куда камера Вертится сейчас Камера разворачивается И в итоге Я лечу Не туда, куда надо О, ну хоть книгу собрал Случайно Идлистые пики Блин Я лечу Зажимаю стик вперед Потому что нужно лететь вперед Потом камера разворачивается И оказывается Что я лечу назад Блин, ну какого черта Камера опять вертится Тихо Фух Мне пришлось стик Назад разворачивать Потому что вертелась камера Блин, как это неудобно Зачем же так делать Так, там далековато Ну, ну Ну Есть на краешек Но успели Остался один генератор Так Так С какой тут стороны В принципе Можно вот здесь вот попробовать Слышу На тебе А я туда долечу Далековато Да еще и на одной высоте Примерно Что-то меня, если честно Терзают смутные сомнения Но других вариантов Я не вижу Конечно Напрыгать вниз А На дубль два Стоп Нужно не над водой Здесь подпрыгнуть Вот А потом лететь Но мне кажется Мы не долетим Чтоб ты был здоров Если отсюда А я уже уперся в веревку Можно было бы попробовать Вот оттуда Сразу же Хотя нет Мы потом резко снижаться Начнем Высота будет теряться Мы не долетим Просто не хватит Нам расстояния Отлично Дубль Какой там по счету Уже не знаю Так летим Прямо отсюда Ну Да Как я и говорил Просто не хватает Нам расстояния Как что-то добраться Это Да нет Почему второй раз Ты не прыгнула Еще раз надо Двойной прыжок Надо Да что ж такое А задание это пропустить Тоже никак нельзя Как что-то попасть Зачем Разбега получилось кажется ну да чтоб ты был здоров фух это уже было прям идеально это чересчур сложное задание пробуем дальше разбежаться может быть самого уголка давай на уголочек хотя бы просто стать есть ветряние так что не получается спасли ее они не призывают хмари наоборот ее пытаются разогнать что такое будет то призрака увидела ходуны я не смогла их сдержать а потом появились грязнолапые витриане да точно витриане в общем я была уверена что они убьют меня но нет кажется на самом деле они пытались помочь тебе да ты бы не верила страшилками грязнолапых которыми вас пугают а вы откуда знаете потому что я сам один из тех грязнолапых которых вы все так боитесь хотя я бы предпочел чтобы нас называли как полагается чаю будешь этот ваш одуванчик выплескивал в море свои яды и они в итоге достигли наших земель большие мерзкие пузыри пробирались к нам на поля и уничтожали посевы мы отправляли вам сообщение одно за другим чтобы вы поняли какой ущерб причиняете но вы не желали слушать так что мы решили что разбираться с этой проблемой нужно самим и что вы сделали мы поняли что если хотим остановить хмарь нужно сломать главную систему труп одуванчика в наш корабль выстрелили вскоре после полуночи троих убило на месте еще один продержался пару минут только и успел что помолиться я плакал как ребенок но меня не сильно ранило и я продолжил идти вперед и добрался до места перед рассветом все зависело только от меня наши ученые разработали состав который должен был постепенно проникнуть сердце одуванчика и навсегда остановить его механизмы от нас требовалось закачать его в одну из центральных шахт что я сделал залил средства в шахту включил вентиляцию и ушел сперва я даже не оглядывался думал только о том как мне выбраться но потом когда я обернулся одуванчик превратился во что-то чудовищное хмарь холестал из него фонтанами черной слизи мне сразу тогда вспомнились осьминоги сотни щупалец и гигантские пауки мифические создания из детских страшилок а затем раздался оглушительный грохот и одуванчик начала разрывать на части ну а что было дальше ты знаешь земля разверзлась океан взревел и пучина поглотила наш поморвий после того что натворил я больше никому не мог смотреть лицо поэтому поселился здесь а как вы пережили взрыв не знаю я отключился а когда очнулся уже стоял шти но город пропал а люди мы просто хотели положить конец нашим страданиям понимаешь я все делал по плану но ничего не вышло искра божьям надо было мне умереть вместе с остальными вы пытались спасти свой народ и вы же не знали что случится такое ты очень добра прямо как твоя мама моя моя мама она была моим другом и самым храбрым человеком из всех кого я знаю всегда нас слышала даже после потопа поверила мне когда я сказал что мы не желали никому зла больше того она хотела помочь мне исправить все что натворил и мы искали способ как это сделать но мы такие она такие она пыталась понять как можно изменить поведение хмаре однажды адрес пришла к моему убежищу в поисках как она выразилась за цепок я велел ей уходить сейчас же но ее было не так то просто убедите похоже яблоко от яблони недалеко падает видишь ли она выращивала цветы какой-то подвид переклетницы которая растет у нас дома она узнала что корни переплетницы могут сдерживать хмарь связывают если и возвращают обратно впереди просила чтобы я отвел ее к трубе где возникла первая пробоина она хотела засыпать центральную шахту сильную сильные искренние семена переплетницы и сделать из одуванчика что-то вроде ремонтного аппарата не спрашивай меня как бы это работало ученые тут не я значит вы туда вернулись да арис настояла на том чтобы мы вошли внутрь и сказала что иначе не получится сперва я отказался но твоя мама умела убеждать знаю что ты не поверишь но тогда мне даже показалось что хмарь нас боится твоя мама боролась изо всех сил я потерял правую ногу пытаясь ее спасти и с радостью отдал бы и левую лишь чтобы она осталась жива с тех пор хмарь расползается как чума неужели ничего нельзя сделать корабль может частично отгонять хмарь при помощи спор переплетницы но наших запасов точно не хватит чтобы покончить с ней а это не поможет что меня за искрила откуда она у тебя надо провести тебя на наш корабль и они должны увидеть это семечко корабль или уже сейчас подстрелят вот что кто то машина которая говорил кассиус это же искромет чтобы пострелить игру баржу витрян идиоты да чтобы хмарь поглотила палят без разбора чтобы у них пальцы поотсыхали близорукие придурки ты должна остановить их ясно хоть в лепешку разбейся лишь бы эти тупицы не открыли огонь а потом найди мойру просто следуй за баржей мойро предводительницу витрян только она сможет пустить это семечко в дело вперед ух как все обернулось но это очень интересное растение растения растения помогают отгонять хмарь определенное растение переплетница так мы здесь мы везде уже побывали я думаю бабушка мне нужно с тобой поговорить что стряслось я занята бабуля послушай меня не стреляй что ты где куда ты запропастилась меня окутла туманом потом появился корабль ветря лапы я уже умирать приготовилась но они спасли меня бабуль они что-то разбрызгали и повсюду разцвели цветы а потом руку сказал тот затворник из иглистых сиге мне некогда скорее возвращайся обещай что ничего не делать пока не приду ты пропадаешь дусь скорее сюда говорю бабуля да что-то бабуля нас не слышит или не хочет слышать да твою дивизию где-где-где-где ой почти пять километров ну вроде как никаких таймеров я не вижу так что думаю это не на время задачи так тут нигде нету книг эть на самый-самый крайшек так и 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 ай черт ну да ладно в принципе Это чисто для развлечения Сейчас ничего там Полезного нет Можно вообще просто вот так вот проплыть Стоп, а вот там что-то Блестит ли мне показалось Давайте проверим на всякий пожарный Камера, где камера? Твою ж дивизию Как мне туда попасть? А, там просто искры Тогда не важно Так мы в принципе и приплыли? А, нет, еще не приплыли Это здесь просто кораблик Бэйнса Давайте, кстати Что самое неприятное в службе на корабле? Текучка Кое-что кроме плоскогубцев Хочешь купить? Пожалуйста Мужа, хоть что-нибудь новенькое есть? Ничего нового Абсолютно Да, пускай будет вот такой вот костюмчик Мне нравится Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну в принципе, вот мы уже и приплыли. Продолжение следует... Стой! Стой! А, Сигрит. Рад, что ты жива-здорова. Лапы не управляют кмарью. Они заставляют ее расцветать. Расцветать? В каком смысле? Что за бред? Бабушка, я знаю, что стало с мамой. Она... Она умерла, пытаясь спасти нас. Лапы. Нет, ты не понимаешь. Они с Руфусом хотели сдержать кмарь. Они собирались проникнуть в одуванчик, но кмарь поглотила ее. Он пытался спасти ее, но... У тебя доброе сердце, Сиги. Но не стоит верить всему, что тебе говорят. Это у тебя от матери. Но не думай, что я позволю нам всем пропасть из-за того, что тебе наговорил какой-то брекливый затворник. Но он... Даже если он не врет, твоя мама осталась бы жива, если бы с ним не связалась. Почему? У тебя вечно только два мнения, свое и неправильное. Они хотели спасти нас. Сигрид, Сигрид. Мы все понимаем, что ты расстроена. Такой стресс доконал бы любого, а ты еще ребенок. Неудивительно, что у тебя не получается мыслить здраво. Иди, приятно. А мы со всем разберемся. Не трогай меня. Не грубите старшим, юная леди. Я лишь хочу помочь. Нет, вы хотите все уничтожить. Все вы только этого и хотите. Идите в фумарь. Хилька, тюлька. Подростки все такие, Дорис. Со мной, наверное, тоже было нелегко. Оставь ее. Покипит и одумается. А у нас есть важные дела. Что же сейчас делать-то? Они же сейчас подобьют Ветрян. Нужно как-то этому помешать. Догоните баржу. Так, вот же она. Так, стоп. В каком направлении мы сейчас летим? Ага, понятно. Наверх. Сигрет, ты где? Сигрет, это Кассиус. Ответь, мы готовы открыть огонь. Если выстрелите в баржу, то выстрелите в меня. Это что, шутка? С ума сошла? Ах ты дурная, упертая, непослушная. Никаких действий без моего приказа, всем ясно? Сигрет, стой, где стоишь, я иду за тобой. Бесполезно, бабуля. Не будем мы стоять на месте. Вообще так, если судить по открытию карты, то есть сколько областей мы открыли, мы сейчас открываем последнюю затуманенную хмалью область. И, возможно, уже скоро и конец игры в таком случае. Потому что вся карта будет открыта. Новых мест уже не останется в игре. Слушай, тебя баржа спешит. Сигрет, Сигрет, я уже на подходе. Где ты? Где ты находишься? Я около этого острова. Баржа сейчас прямо над ним. И... Бабушка, здесь цветы растут. А еще, по-моему, там яблоки. Нет, нет, быть этого не может, ты уверена? Ты уверена? Прямо, как в твоих рассказах. Никогда не думала, что я... Сигрет, дорогая, ты очень храбрая, с этим не поспоришь. Но в таких решениях мы не можем потакать детским капризом. Ты нам очень помогла, и я в долгу перед тобой. Но сейчас нам нужно завершить то, что мы начали. Мне искренне жаль, гитя. Нет, не стреляйте. Придется, Сигрет, это мой долг. Такова воля нашего народа, и меня ничто не остановит. Так что постарайся найти безопасное место. Я перехожу на сторону Ветриан, и буду против... Тогда против вас сражаться. О, отлично, книга. А вот так когда-то и выглядел мир. Вот что пыталась спасти мама, когда погибла. Конечно, хотелось бы, чтобы она у меня была, когда я росла. Но я... Кажется, я понимаю, почему она захотела рискнуть. Так, а баржа меня ждет. Отлично. То есть можно здесь даже и поисследовать. Вдруг еще информацию какую-то найдем. Яблоня. Семечко яблока. Я, наконец-то, его попробовала, и на вкус оно совсем не похоже на рыбу. В смысле, ты семечко попробовала? Ты бы лучше само яблоко попробовала, а не семечко. Уверяю тебе, яблоко еще вкуснее, чем семечко. Так, а нам, наверное, вот туда как раз там светится что-то. Давайте тогда вначале вот сюда. Может быть, тут тоже найдем книгу. Да, книга есть. А вот это буквы. У бабули дома есть несколько книг на иностранных языках, но она говорит, что изучать их нет смысла, раз уж город застрял в тумане. Еще книга. А где это вообще? Это где-то далеко, за пределами хмарьи, даже дальше точки, откуда пришла волна. Не думаю, что пока мне хватит духу отправиться в такую дань. Я еще с этим местом не разобралась. Эй, я внизу! Пожалуйста, пожалуйста, посмотрите сюда! Так, а мы уже где? Вот же ж сволочи подбили! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Три, четыре, пять... Хвала искрам, все здесь. И, кажется, даже один лишний. Ты из Поморвеля? Да, но... Я не хотела! Так случайно получилось, я... Я пыталась им помешать. Вот так все и закончится. Поморвель уничтожит все окончательно. А вы... Вы Мойра? Мне сказали найти вас. Я хочу все исправить. Ты ничем не можешь помочь, девочка. Мой тебе совет. Иди-ка ты домой, пока у тебя еще есть дом. Семечко переплетницы? Но такое большое. Оно модифицированное. Моя мама изобрела эту технологию. Мне сказали, что вы знаете, что с ним сделать. Если оно обладает нужными характеристиками. Но не думаю, что одного нам хватит. Только тронь ее, и тебе не жить, слышишь? Убери свои грязные лапы от моей девочки. Это еще кто? Бабуль, убери! Ты чего? Я не позволю им и до тебя добраться. Мне нужно... Сейчас тебе нужно только одно. Немного помолчать. Сигрет, я пыталась сказать тебе раньше. Тогда ты меня не слышала, но теперь послушаешь. И меня, и Мойру. Мойру? Ты Мойра? Она самая. На том корабле была наша последняя надежда против Хмари, пока сюда не заявилась ваша внучка. Сигрет? А она тут при чем? Она никак. Мы использовали особое растение. Переплетницу. Ее корни способны связывать Хмарь. После той огромной волны, мы днем и ночью разбрасывали споры с нашего воздушного корабля. Но этого едва хватало, чтобы сдерживать Хмарь. А теперь какие-то особо одаренные решили сбить наш корабль. То есть мы виноваты, что пытались защититься? Ваши люди напали на нас. Это вы объявили нам войну. По-вашему нам нужна война? Вы не оставили нам выбора. Почему вы просто не поговорили с нами? Что толку говорить, если тебя не слышат? Мы пытались и до, и после войны. Отправляли послания, отправляли посланников, но вы упорно не желали нас слушать. Вы были слишком заняты собой и своими богатствами, чтобы снизойти до тех, кто ниже. Вы растерзали нашу землю своими проклятыми бурами и погрузили собственный город в пущину. Как говорил мой покойный муж, для танго нужны двое. Это вы взорвали одуванчик. До этого город был... Сейчас уже поздно выяснять, кто виноват. Время уходит. Пока вы ругаетесь, Хмарь никуда не девается. Мама, ты знала, что у мамы было такое. Это семечко переплетницы. Мойра говорит, что возможно оно нам поможет. У Айрис? Зачем ей? Нет времени объяснять. Сейчас ты просто должна довериться нам. Мне. Так ты говоришь, что эта семечко может уничтожить Хмарь? У него подходящий состав. Но боюсь, что лишь одного будет мало. Как оно вообще работает? Но это не обычное семечко, оно заполнено искрами. Так мне сказал Руфус. По маминой технологии. Так, может добавим еще чуть-чуть искр? В конце концов у нас есть искромет. Мама с Руфусом хотели поместить семена в одуванчик. Они планировали распространить их через трубы с Хмарью и пытались проникнуть в одну из них. Что ж, даже такой план лучше, чем сидеть сложа руки. Кажется, я знаю, какую трубу имел в виду Руфус. Я покажу вам, где она. Кассиус, перезаряжай искромет. Нас ждут посадки. Чего-чего нас ждет? Так, хватит вопросов, запускай перезарядку и держи подальше Клаута. С удовольствием, Дорис, с удовольствием. Так, поможешь мне добраться до той трубы? Ух ты! Войдите в систему труб. Сколько интересной информации мы с вами узнали. Ветряние. Шивон, Эйра, Брэндон, Риан и Сирша. Странное это ощущение, когда вдруг понимаешь, что грязнолапые – это такие же люди с лицами и именами. Я все еще пытаюсь все обмозговать. Мне так стыдно за все, что мы с ними сделали. Но стыд ничего не изменит. Теперь, когда все знают правду, нам нужно понять, как двигаться дальше. Мойра Оши. Их зовут грязнолапые, но на самом деле они себя называют ветряние. Главная среди них Мойра. Она, оказывается, стала довольно известной во время войны. И превратилась в лицо врага. Так, еще кого-то там мы не открыли. И тут кого-то не открыли. И стоп, и еще где-то. Ну, это странно, потому что мы посетили абсолютно все места. Разве что только эти персонажи новые появлялись там, где мы уже были. Но возвращаться, конечно же, не особо интересно. Поэтому я не возвращался. Нам нужно подождите вот туда. Поверить не могу, что стою рядом с поморвельцем. Папа говорил, что если я не лягу спать вовремя, вы меня украдете. Просто, мне тоже грозили похожими вещами. Не то, чтобы я в последнее время много спала, конечно. А теперь еще и лекарства потерялись при крушении, так что станет только хуже. Лекарства у тебя найти. Мы попытались прогнать того змея, не подходя к вам слишком близко. Боялись, что вы нападете, и, ну... Ну, так и произошло. Не понимаю, почему вы продолжали добывать искры, даже зная, что губите наши посевы. Я... Прости, я не знаю. Это случилось еще до моего рождения. И до моего тоже. И меня это так бесит. Почему мы должны решать проблему, которую не сами создали? Но у нас нет выбора. Думаешь, все это скоро закончится? Я уже совсем без сил. Но пока расслабляться нельзя. Еще рано. Я не собираюсь дружить с поморвельцами. Мы сделаем, что требуется ради решения нашей общей проблемы. А потом я поднимусь в воздух и улечу подальше отсюда. Ну, это твой выбор. Конечно, ты можешь. Так, нам добавилось задание найти лекарства Шивон. Наверное, первым делом мы... Именно этим и займемся. Так, ну-ка, давайте здесь просто оплывем сейчас по кругу. Может, оно где-то рядом? Мы вообще с той стороны приплыли. Так, а может, оно, кстати, как раз-таки именно на этом островке? Ведь оно при крушении потерялось именно. То есть, должно быть где-то здесь. Может быть, просто повыше подняться? Так, а это вообще... Получится? Мне показалось, что я видел, что здесь что-то светилось. Стоп, вот там, смотрите, что-то мигает. Может быть, это оно? Ну, в принципе, ничего не мешает проверить. Но здесь нету. А, не долетим все равно. Смотрю на тебя, и сразу накатывают воспоминания. Пока спина позволяла, и даже потом немного. Она здесь, в нашем мире, им не место. Из-за того, что жители поморвеля годами брыли перебит, образовалась трещина в земной мантии. И разломы дошли прямо до их обители. Если мы не восстановим то, что было разрушено, то однажды наш мир утонет в их владениях. Так, нашли мы лекарство. Это мое лекарство? Не уверена, что готова поблагодарить тебя с учетом всего, что случилось. Понимаю. Не нужно ничего говорить. Так, дополнительное задание мы с вами выполнили. Ну, что ж, ребята, давайте, наверное, здесь мы с вами уже и прервемся на сегодня. Мне кажется, что игра близится к своему финалу. Хотя нет, мы еще не заплыли в ту локацию, которая закрыта у нас. Но, думаю, скоро уже будет, наверное, финал. Возможно, через одну-две серии. Судя по темпу просто игры, у нас осталась одна локация, которую нужно исследовать и, возможно, там в одуванчике потом использовать это семечко. Ну, что ж, посмотрим. В любом случае на сегодня это все. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok